Я рада приветствовать вас на моем канале. 30 ноября, 17 ноября по старому стилю отмечают День Григория Зимоуказателя, Григорий Чудотворец. В церквях в эту дату вспоминают Григория Чудотворца. В народе сегодня отмечают Север, поскольку 30 ноября дует сильный ветер с севера. Также этот день называют Григорий Зимоуказатель. Приметы сегодняшней погоды предсказывают ту, которая будет зимой. Также в этот день церковь почитает святого Андрея. Приметы на 30 ноября говорят, что это большой праздник, когда нужно много радоваться и веселиться. В этот праздник, зная особый секрет, можно призвать к себе большую удачу во всех делах. Считается, что 30 ноября уже зима вступает в свои права. Это большой праздник, когда люди встречают зиму. Было принято в этот день много веселиться и дурачиться. Если к этому дню уже выпадал снег, то обязательно все и взрослые дети шли кататься на санках или играть с снежками. Приметы на 30 ноября говорят, что если в этот день очень много поиграть с детьми снежки, то потом детвора не будет болеть всю зиму. Этот праздник принято отмечать большими гуляниями, собираться в компаниях, травить байки, много общаться и петь песни. Однако приметы на 30 ноября предупреждают, что в этот день нельзя верить никаким сплетням, все они ложные. А главный секрет этого праздника заключается в том, что сегодня особой силой обладает число 3. Считается, что если начать делать какое-то дело, а в нем присутствует число 3, то значит большая удача будет сопровождать это дело. Сны в ночь на 30 ноября – вещи. По традиции 30 ноября проходит интересное развлечение – закатывание зимы. Взрослые дети кидают друг друга снег и катаются в нем. На Григория зимоуказателя принято катать колеса. Делали это для того, чтобы узнать про предстоящую зимнюю погоду. Была такая примета – если колесо далеко и долго катится, то суровая зима будет, если же в скорости упадет с оттепелями. Наблюдали за погодой в течение дня. До полудена я рассказывала о погоде в первой половине зимы, после обеда – о второй. Женщины этот день проводили в вязании. Существовало поверье, что вещи, которые были связаны на Григория – самые теплые. Спасут они и от ветра, и от стужи, и от болезни. Кстати, именно 30 ноября вязали носки для самых суровых зимних дней. Они были очень теплые и крепкие, так как изготавливались из шерсти овец, на которую наговаривали особые слова заговора и читали девять раз «Отче наш». День Григория Чудотворца среди хозяек считался идеальным для передачи своего опыта младшему поколению. Матери учили дочерей готовить постные пироги, салаты из капусты и щи, чтобы они выросли ладными хозяюшками. Бабушки передавали свои знания внучкам в вязании и вышивании, о которых даже не рассказывали своим детям. А ворожеи и гадалки обучали своих преемниц навыкам гадания, магическим ритуалам и заговорам, учили предсказывать будущее и судьбу. 30 ноября было принято загадывать желание на веточках деревьев, помечать их насечкой, ниточкой или как-то по-другому, и закапывать снег. Если в течение девяти дней палка будет лежать на месте, то считалось, что высшие силы не услышали просьбу. Если исчезла, стоит ждать, что задуманное исполнится. Впереди ожидалось, что зима будет с каждым днем все злее и злее, поэтому ее задабривали через птиц и животных. Давали им еду, запускали в дом погреться, строили кормушки. А также считали заговоры, усмиряющие лютую зимушку. Считается, что если в этот день в снегу поваляться, то потом весь год не будешь болеть. Какая погода во дворе в этот день, такой и вся зима будет. Если на Григория примерить чужое обречальное кольцо, то призовешь несчастье в свою жизнь. Приметы на 30 ноября говорят, что любые дела, связанные с числом 3, сегодня принесут большую удачу. Если в этот день молодой месяц, то будут скоро морозы. Говорили наши предки, что 30 ноября, день Григория Чудотворца, самый страшный грех – это ходить в грязной одежде, быть неумытым и нерасчесанным. Согласно приметам, такого человека будут ждать преграды на пути к достижению целей и крушению планов. Поэтому так важно 30 ноября начать свое утро с принятия душа, после которого нужно надеть только чистые вещи. Вечером же следует сходить в баню или сауну. Считается, что тогда весь год никакая болезнь не пристанет. Нельзя не выполнять данные в этот день обещания, иначе плохое так и не уйдет из жизни. Того же, кто сдержит свое слово, будет ждать удача и успех во всех делах. День Григория Чудотворца нельзя забывать о своих родственниках, не звонить им, не отвечать на их звонки, а также отказываться от их приглашения прийти в гости. 30 ноября надо отменить все свои дела, чтобы провести хотя бы немного времени вместе с семьей, тогда она будет крепкой и дружной. Нельзя в этот день примерять кольца других людей, особенно обручальные. По примете, этим можно накликать на себя несчастье. Поэтому и не стоит 30 ноября посещать ювелирные магазины, чтобы присмотреть или купить себе драгоценность, так как есть вероятность подцепить неприятности человека, который до этого надевал колечко. Нельзя в день Григория Чудотворца ссориться с супругом. Нужно проявить терпение и выдержку, но никоим образом не допустить скандала, так как это чревато скорым разводом. 30 ноября стоит избегать общения с людьми с темными глазами, так как их рассказы могут принести большие неприятности. Если же это по какой-то причине невозможно сделать, то перед тем, как вступать с темноглазым собеседником в диалог, следует попросить помощи у ангела-хранителя. 30 ноября слушали воду в колодце. Если шумит, примета к морозу. Если тихая, ожидается мягкая зима. Если лед на реке потемнел к теплу. Кто 30 ноября померит чужое кольцо, тот несчастен будет в браке. Морозец на Григория – примета предстоящей стужи. Хмурое небо сегодня предсказывает, что зима будет скудна на солнечную погоду. Считается, что рожденные 30 ноября – очень талантливые люди. При желании они могут добиться больших высот. День ангела сегодня отмечают. Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Ян, Михаил и Виктория. В этот день читали заговор, чтобы не мерзнуть, когда холодно. Для этого брали церковную свечку, зажигали ее от уголька, вынутого из печки, и обходили с ней весь дом. Останавливались у окон, трижды крестили их и приговаривали такие слова. «Свечкой крест святой кладу, а берег на окно ставлю, чтобы холод сквозь него не проникал и в избе никто не замерзал. Свечка от угля зажглась, печка теплом разошлась. Не пройдет сюда мороз, не покажет стужа нос». Затем останавливались у входной двери и тушили свечку. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok